В Люберцах продолжается ямочный ремонт во дворах. За ходом подготовительных работ и технологией укладки горячего асфальта наблюдали мои коллеги. На территории ЖО-5 выявлено почти полторы сотни ям. Более десятка у дома номер 7 по Южной улице. В первую очередь дорожники устраняют аварийные ямы, которые превышают допустимые нормы. Глубина выбоиной более 5 сантиметров и площадь не менее 60 на 15 сантиметров. Подготовительные работы выполняют в любую погоду. Каждый год зима уходит, приходится из-под снега, вылезает ямы, разрушение. Сразу производится обход территории, выявление ям. Идет подготовка. Дальше будем латать. Сейчас самые аварийные убираем. Потом переходим на такие более, так скажем, мягкие ямы. Тем не менее их устраним. Такая погода не дает нам развернуться в полную силу. Но подготовку к ямочному ремонту проводить вполне можно. Силами подрядных организаций. Как только подсохнет, сразу же начнем в эти подготовленные места уже укладывать новый асфальт. Обрамление делается самой ямой. Делается нормальный контур, чтобы можно было положить красивую карту. И предотвратить дальнейшее разрушение асфальта. В Люберцах работают 4 бригады асфальтировщиков. Одна из них, ямочный ремонт, выполняет на пересечении Наташинской улицы с проспектом Гагарина. Мы на ремонт выезжаем каждый день. Сперва подготавливаем, фрезеруем. Потом мы заделываем эти ямки. В первую очередь мы обращаем внимание на обращение жителей. И стараемся как можно быстрее все устранить. Адресов может быть очень много. У нас и бывает до 80 адресов в день. В зоне обслуживания Люберецкого городского жилищного треста более 350 дворов. В ходе обследования территорий выявлено около 1000 ям. Почти половину из них, а это свыше 1500 квадратных метров, уже ликвидировали. Работы по ямочным ремонту во дворах завершат до конца мая. Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ.